Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Иван Чебыкин. Я представляю компанию Traffic Data. И мы сегодня поговорим об автоматизации мониторинга дорожного движения. В октябре 2019 года впервые транспортно-экономические изыскания были проведены с применением искусственного интеллекта. Эта работа была проведена в рамках проектного задания «Северный обход города Перми», проводимого институтом «Гипростроймост». Учет интенсивности движения осуществлялся посредством видеосъемки дронов и последующей обработки видеоматериалов при помощи программного комплекса Traffic Data. Почему же сегодня Traffic Data так актуальна на рынке? Потому что у нас в руках уже есть достаточно много хороших программных продуктов, разработок высокотехнологичных, таких как BIM-моделирование, моделирование транспортных потоков, позволяющих производить аналитику различных процессов в цифровом формате достаточно хорошо алгоритмизировано. Но исходные данные для этого собираются вручную по-прежнему. И так, например, мы имеем в руках достаточно высокотехнологичный инструмент, например, экскаватор, но работаем с ним, накладывая в его ковши землю лопатой. Хотелось бы этот процесс довести до автоматизации максимальной, чтобы процесс становился более технологичным и быстрым. В противном случае исходные данные собираются долго, медленно, далеко не всегда качественно, потому что вручную. Кроме того, 18 апреля 2019 года был выпущен приказ Минтранса России о том, что мониторинг дорожного движения необходимо осуществлять каждый год по всей сети Российской Федерации. Без автоматизации это достаточно накладная операция, требует много времени и ресурсов. Именно поэтому наша разработка направлена именно на автоматизацию мониторинга дорожного движения. Для автоматизации требуется, в соответствии с приказом, необходимо исследовать следующие параметры, которые вы видите на этом слайде. В общем-то, многие из них автоматизируются в соответствии с приказом, но не все так гладко с документом, не все еще однозначно. Например, не ясно, какие используют коэффициенты приведения к легковому автомобилю, так как те коэффициенты приведения, которые приведены у нас в нормативах, не соответствуют по категорийности, не соответствуют тем категориям, указанным в приказе. Соответственно, этот момент нужно уточнить. Кроме того, для оценки уровня обслуживания требуется оценивать свободную скорость, но не сказано каким образом, с какой обеспеченностью. 85% может быть какая-то другая. Все это требует уточнения и эти вопросы, а также вопрос, какие еще функции вы бы хотели видеть в TrafficData, хотелось бы вынести на обсуждение с уважаемыми коллегами Ассоциации транспортных инженеров. А теперь давайте более подробно перейдем к тому, как эта задача автоматизируется в TrafficData. TrafficData это программное обеспечение для автоматического измерения интенсивности движения транспортного потока, его типизации. На основе видеоданных, получаемых с видеокамер, либо с дронов, то есть беспилотных летательных аппаратов. Применяется в качестве инструмента сбора данных для проектирования дорог, развязок, мостов, планирования городов и получения исходных данных для макро- и микромоделирования. Технологии, заложенные в TrafficData это компьютерное зрение, машинное обучение, используются архитектуры сверточных сетей. Если у вас на руках имеются видеоматериалы, то до результата вас отделяют всего 4 шага. Сейчас мы по ним пробежимся. Вы скачиваете программу, которая свободно можно скачать на сайте trafficdata.ru. Устанавливаете ее. Она имеет невысокие требования к системе. Всего лишь нужен Windows и Excel. Далее вы загружаете видео, загружаете его в файловый менеджер, можете загрузить целую папку, эта структура сохранится. Здесь же можете его обрезать, склеить, изменить разрешение для более оптимального анализа видеофайла. На следующем этапе, собственно, расставляются те створы, на которых, сечения, на которых будет измеряться интенсивность. При этом интенсивность можно мерить не только в сечении дороги, но и по определенному направлению. Направление определяется двумя створами, входным и выходным. Это особенно актуально на круговом движении, где просто с сечениями не отработать, не решить задачу. И в заключении выводятся результаты. Результаты выводятся в Excel. Пользователю доступны результаты матрицы корреспонденции. Вывод по направлениям, вывод по створам и расчет суточной интенсивности. Расчет суточной интенсивности ведется по ADM. При этом коэффициенты приведения можно задавать по СНИПу городских дорог, по загородным дорогам. Также можно ввести свои пользовательские. На данном слайде описаны основные возможности Traffic Data. Давайте на главных из них остановимся поподробнее. Программное обеспечение разделено на две версии. Traffic Data Land и Traffic Data Air. Land для работы с видеокамерами. Air для работы с квадрокоптерами. Приложения разделены на два для того, чтобы соответствовать каждой из задач. Там есть некоторые отличия по интерфейсу, по поводу результатов. Например, да и кроме того, там заложены различные сетки, которые распознают автомобили для лучшего качества распознавания. Поэтому важно их не перепутать и использовать для обработки видеофайлов с камер, именно Land, а не наоборот. Для работы с камерами мы используем Traffic Data Land. Есть особенность, что записи с камер обычно достаточно длинные, могут занимать целые сутки, иногда это даже стрим. То есть потоковое видео, из которого сразу же можно получать результат. И для того, чтобы все сутки можно было получать качественный результат, сетки в Traffic Data Land обучены распознавать автомобили не только днем, но и в режиме ночного видения. Кроме того, когда мы имеем видео достаточно длинное, опять же суточное, удобно выводить результаты поинтервально. То есть, например, для каждого часа выводить отдельный результат. Или даже до 5 минут, для одной минуты, в зависимости от того, как пользователь задает. Для Air версии это не актуально, так как коптеры сегодня больше получаса не летают. Но зато можно снять большую развязку, такую, как развязка типа клевер, сразу же и сразу оценить все 16 направлений, все их посчитать. Рассмотрим еще нюансы работы с Traffic Data Air. Если мы рассматриваем многоуровневую развязку, то неизбежно мы попадаем в ситуацию, когда автомобили проезжают под мостом. А если они проезжают под мостом, то трек рвется и, соответственно, направление движения теряется. Для того, чтобы это не происходило, реализована функция, которая по вектору скорости отслеживает автомобиль, проезжающий под мостом. И трек не рвется. Наилучшее качество видео будет достигаться при... На лучшее качество результата обработки, естественно, достигается при хорошем качестве видео. Но далеко не всегда... Далеко не всегда можно... Мы на руках имеем такое качественное видео. Одна из важных характеристик – это статичность камеры. И когда мы работаем с дроном, например, при сильном ветре картинка может двигаться. Для этого сделаны адаптивные створы, которые могут нивелировать это несовершенство и по ключевым точкам картинки следовать за ее движениями. Для того, чтобы оценить качество анализа, видеоанализа, в программе можно записать демонстрационное видео, в котором будет видно, как автомобили, проезжающие мимо створа, как учитывается интенсивность. Также будут отображены типы автомобилей, которые распознались программой. И можно будет увидеть скорость движения автомобиля. Типизация транспортных средств в трафик дата определяет 18 типов автомобилей, что покрывает все возможные варианты, которые нам предлагает свод правил городских и загородных дорог. Этого вполне достаточно. То есть все варианты, все типы автомобилей, транспортных средств учитываются. Если же мы опять не имеем идеальных видео, понятно, что идеал не всегда достижим, мы видео можем получить во время тумана, снега, дождя, могут быть заляпанные объективы, камер. И чтобы даже с этим видео получить приемлемый результат, в программе встроены имеются функции по улучшению качества распознавания. Это соединение треков и корректировка типов автомобилей. Это основные функции, которые я хотел сегодня описать на словах. А сейчас мы передадим слово Дмитрию, который вживую покажет, каким образом можно пользоваться трафик дата и решать задачу по автоматизации мониторинга движения. Дмитрий, тебе слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, сейчас я бы хотел провести демонстрацию нашего программного комплекса. Как Иван уже сказал, он состоит из двух частей версии Air и версии Land. Начнем мы с версии Air. Вот я ее запускаю. Таким образом выглядит наша рабочая область. Сразу приходит уведомление о выходе новых версий, что очень удобно, чтобы у вас всегда была актуальная версия. Основное меню, в котором мы начинаем работать, это файловый менеджер. В этом файловом менеджере мы можем мы можем добавлять папки или видео. Вот сейчас мы допустим очистим его и добавим целиком папку с нашими видео. Здесь видео, ну папка содержит целиком и Air и Land видео. Нас интересует только в этой версии видео Air. Да, мы его давайте вот это видео мы рассмотрим, остальное отключим быстренько. Обработаем, чтобы у нас скачались результаты. Да, результаты у нас сейчас скачаются на компьютер и мы видим их на экране. Что мы видим здесь? Мы видим машины, которые уже распознались. Они подписаны следующим образом. У них есть ID номер и первая цифра и класс вторая цифра. Классов, как правильно сказал вам, мы распознаем 18 типов. 18 классов. Кроме того, есть средняя скорость, которую машина движет. Да, если немножко проиграть, то видно, что и машины, которые были неопределены, подхватываются и определяются. Если мы кликаемся на какую-то конкретную машину, допустим, на автобус, то мы сразу видим трек этого автомобиля, как он двигался. Каким образом мы работаем с нашим программным комплексом? Мы на данном видео определяем, какие направления нам интересны для исследования и обозначаем их. Каждое направление задается двумя створами. Створом входным, и створом выходным. Необходимо следить за тем, чтобы стрелки соответствовали направлению движения, в котором мы эти створы расставляем. Таким образом мы будем считать поворот направо, как раз автобус пройдет через наши створы, и для примера расставим створы еще в обратном направлении, для того, чтобы получить больше данных на выходе. на самом деле количество створов никак не ограничено, их можно ставить сколько угодно много, просто для быстроты обработки сделаем их четыре штуки. Далее мы нажимаем обработать створы, створы быстро обрабатываются, мы вслед за этим строим таблицы, здесь мы имеем возможность выбрать коэффициенты в соответствии либо со сводом правил загородных дорог, либо городских дорог, выберем допустим городские дороги, выберем все возможные таблицы, которые в программе и нажмем кнопочку построить таблицу. Интерфейс предложит нам сохраниться, я здесь быстренько сохраняюсь, и происходит создание таблиц. После того, как создание завершено, мы запускаем обработанное обработанное видео, обработанные результаты. Так, это у нас была версия Air, вот так назвал я файлик. Что мы здесь видим в результатах? Мы видим параметры видео, основные продолжительность, мы видим матрицу, OD-матрицу движения автомобилей по створам, мы видим информацию по направлению, это физических параметрах в количествах автомобилей и интенсивности. Такую же информацию мы видим по каждому створу. Допустим, мы можем посмотреть, что по направлению створ 1, створ 2 проехало три легковых, два грузовых автомобиля и один автобус. Если быстро перемотать видео в принципе на 8 в принципе видно, что информация получена в таблице соответствует реальность. Таким образом работа с приложением заключается вот в этих этапах. Кроме того, створы можно ставить не стационарные, а створы со сдвигом, которые следуют за картинкой в том случае, если у нас видео вращается, квадрокоптер вращался в ремисе. Это было касательно версии Air. То же самое мы можем посмотреть по версии программы Land. Также заходим в управление файлами. Здесь уже добавлены необходимые нам папки. Рассмотрим допустим видео номер 2. Точно таким же образом мы здесь расставляем створы, выбираем направление, но поскольку здесь у нас створ полностью определяет направление, мы ставим створ сквозной, входного и выходного здесь не требуется. Здесь можно направление считать с помощью сквозного створа. Точно так же нажимаем кнопку обработки створа и по завершении обработки у нас есть данные сколько машин проехало через каждый створ. Аналогичным образом встроим таблицы, выбираем все возможные таблицы кайф-центру для яроцких дорог и говорим построить таблицу. После сохранения формируется таблицей 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 готовы. их сохранения мы можем точно так же просмотреть полученные файлы. Какая информация здесь представлена? Точно так же представлены параметры видео, вывод по направлениям, здесь у нас направления однозначно задаются створами, ну и информация по створам. Как интенсивности, так и чистые показатели. Что можно сделать в этой версии дополнительно? Зачастую видео бывают очень длинные и требуется получить разбивку по каким-то интервалам времени. Мы можем сделать это допустим по одной минуте видео. Как сделать? Выбивают параметр разбиения, заново обрабатываются створы, заново строятся таблицы и после небольшого ожидания мы получаем таблицы уже с разбиением по заданным интервалам. Да, вот, они переключились. То есть мы видим, что для каждой минуты видео мы получили интенсивности. Ну и также по направлению это можно посмотреть. Вот. В принципе, в этом заключается работа с нашим программным обеспечением. как видите, довольно-таки просто. После того, как вы получили файл обработки, вы можете сколь угодно много ставить творов, их удалять, задавать новые, то есть считать различные направления. То есть дальнейшая работа уже с обработанным видео происходит многократно может быть пересчитана в короткое время. Вот. Это то, что хотел я вам рассказать касательно демонстрации наших видео. А теперь мы вернемся в наш личный кабинет и продолжим презентацию. Нам осталось несколько слайдов. Так. Про основные возможности Иван как раз уже сказал подробно. варианты распространения программного обеспечения. Мы предлагаем два варианта распространения. Это софтвер как услуга, то есть когда обработка сетями нейронными происходит на наших серверах, а клиентская часть содержит только легкую часть с работой уже с готовыми конфигурациями. Вот. и коробочная версия, когда вся тяжелая обработка проходит на сервере клиента. Для этого, конечно же, у нас есть специальные требования к серверу. Если вам интересно, вы можете обратиться по e-mail, мы вам вышли, какие требования к серверу осуществить. Примерно вариант распространения ПО по SAS модели представлен в следующем картинке, то есть вы отправляете видеофайлы, распознавание происходит у нас на сервере, далее уже легкие результаты обработки возвращаются к вам обратно. После того, как результаты к вам пришли, происходит оплата, списание минут с вашего счета в личном кабинете. По коробочной версии в принципе все находится у вас на рабочем месте и вы полностью управляете процессом без необходимости каких-то дополнительных оплат. Спасибо большое за внимание. Очень рад был поприсутствовать, доложиться на данном вебинаре. Сейчас готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. вебинаре. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...